В прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Есть проблемы, надо решать. Мы занимаемся задачей заработать денег. Мы ставим задачу их узаконить и держать их вверх. Какие процедуры собираются упростить после совета по предпринимательству? Узнал Дмитрий Аринин. Стало четко. Татарстан перешел на цифровое телевещание. Как это было и как будет дальше узнавал Рамиль Шайдулян. Зима, а не за горами. На лету снег никто ловить не обещает. Как дорожные службы Казани готовятся встретить зимний сезон 19-20, расскажет Рамиль Галиулян. Их призвание помогать людям. Если у тебя лежит душа помогать другим, то это, наверное, дар Божий. Кому из татарстанских общественников сегодня досталась президентская премия от Рустама Мениханова, знает Сергей Хайдаров. Если находить путь, то кратчайший. Если решать проблему кадров, то комплексно. А при анализе общей ситуации нужно вникать глубже, чтобы видеть всю картину. Такие поручения сегодня дал Рустам Мениханов. В Казани прошло заседание Совета по предпринимательству при президенте. На что пожаловались бизнесмены Рустаму Мениханову. И как в республике с деловой активностью разузнал Дмитрий Аринин. На долгие хождения при подключении газа сегодня пожаловался малый бизнес. Как говорят, при таком подходе их дело ежегодно встает. Практически неделю мы не выполняем своих обязанностей, свои функции предпринимателя. И самое интересное, что все ради пуска газового котла, как в обычном, который стоит в обычных домах и квартирах. Рустам Мениханов отметил, эту процедуру нужно упростить. Может быть, нам синхронизировать надо, чтобы вся работа была в электронном виде. Не снижая вопросы безопасности, значит, упростит жизнь наших предпринимателей. Это поручение он адресовал газовикам и ПОШ-надзору. Еще одна процедура, которую нужно упростить – передача бесхозных сельхозземель и объектов новым владельцам. Как это сделать быстро сейчас не до конца понятно. В общем, осталось, деньги вложили, но процедура оформления осталась сложной и невыполнимой. Значит, это бесхозные вещи, которые разрушены, там и крысы, и все, и все. Значит, если есть люди, которые готовы взять, надо найти законный путь, как это сделать государству, чтобы не отдать. Мы же не ставим задачу заработать денег. Мы ставим задачу их узаконить и ждать это в люди. Пойти сразу двумя путями Рустам Мениханов поручил вопрос нехватки кадров для бизнеса. Во-первых, нужно создать более совершенную базу данных. Во-вторых, больше заниматься подготовкой специалистов. Друг у друга людей перетаскивают. Это не очень просто. Когда у нас будет количество специалистов достаточно каждый год, мы будем готовить, значит, вот это безобразие будет поменьше. Также президенту сегодня представили рейтинг деловой активности в муниципалитетах. По Татарстану у нас снизилось на 0,2%. В лидерах рейтинга Сарманова, Болтаси Тюлючи. В аутсайдерах отня опасно в Лениногорск. Президент поручил сделать более глубокий анализ, чтобы видеть, как меняется число рабочих мест и производительность труда. Дмитрий Иринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. О цифровом вещании в целом и о цифровизации в регионе в частности сегодня говорили Рустам Миниханов и Алексей Волин, заместитель министра связи России. Обсудили детали нового формата вещания в республике. Напомню, для того, чтобы цифровое вещание стало доступно, всем ранее президент Татарстана принял решение о компенсациях незащищенным категориям граждан. Прощай, аналог. Здравствуй, цифра. Сегодня страна официально перешла к телевещанию высокой четкости. Сколько татарстанских семей теперь смогут постоянно смотреть 20 бесплатных каналов? И что это даст, узнал Рамиль Шайдулин. Одним легким движением шум и рябь сменяет сочная картинка. Именно так Татарстан переходит на телевидение высокой четкости. Финальный этап. Переходы всей Российской Федерации на цифровое вещание. И сегодняшняя события, это исторические события, действительно. Его могли ждать с зари создания телевидения. Главная казанская телевышка в строю уже 60 лет. Все это время она вещала в аналоговом формате. Теперь цифровой сигнал отсюда охватит миллион 300 тысяч татарстанских семей. И теперь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в этих серверных будут следить уже за качеством цифрового сигнала. Что не менее ответственно, ведь им охвачено уже почти 100% домов республики. Было сделано несколько принципиальных вещей, которые сделали переход на цифру беспроблемным. Во-первых, везде были созданы горячие линии. Вчера приходил волонтер, подключил вам телевизор. Один звонок сменяет другой. Вот уже несколько месяцев в Казанском контакт-центре операторы объясняют по телефону, как перейти на цифру. До 700 обращений было вчера. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. А вот те, кто помогает перейти на новый формат, на местах. Волонтеры. В этой масштабной кампании участвуют почти 3000 человек. За это слова благодарности. Каждый день пришлю к бабушкам, они уже встречают нас очень радостными. Увидеть их улыбку каждый день после настройки телевидения – это просто нечто незабываемое. Поехали! Чтобы незабываемым оставалось и качество, новый сигнал будет охранять специальный телепорт. Он будет передавать его на спутник, а оттуда – абонентам. Рамиль Шайдулин, Вадим Иларионов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Сигнал дошел до самых отдаленных и малонаселенных пунктов. Так, в поселке Новый Тенчели Буинского района живет лишь одна семья. А тем не менее, органы соцзащиты протянули к дому кабель и купили ТВ-приставку. Радостью от неожиданного подарка отшельники поделились с нашей съемочной группой. Каша в котелке, вода из родника. В поселке Новый Тенчели Валерий Федорович с супругой – единственные жители. Переехали сюда из-за большой любви к природе. Я люблю такие деревни тихие. Здесь тихо все. Зимой только мы здесь вдвоем живем, а летом дача у нас. Тут дачники проезжают с весны до осени. Сейчас Валерий Федорович на пенсии. Совсем недавно с супругой начали разводить кур и коз. В летнее время выращивают овощи на своем участке. В лес ходим за дровами, там, вот коз держим, кур держим. Ну, а тут спокойно, хорошо просто. После тяжелого дня Валерий с Эльвирой любят посмотреть телевизор. Раньше выбор был невелик. Транслировали лишь два аналоговых канала. Два канала показывал и все. Надоело его смотреть. О проблеме информационного голода в семье органы социальной защиты узнали, когда Валерий Федорович чуть было не взял кредит, чтобы провести спутниковое телевидение. В считанные дни к дому протянули кабель и установили приставку. Когда мы приехали к Валерию Федоровичу, ну, справиться и в его бытовых условиях и так далее, разговор зашел о том, что он хочет брать кредит и покупать вот эту тарелку. Тарелку-приемник. Но так как средств у него на это не было, мы решили обратиться в соцзащиту, и они помогли. Теперь в семье отшельников возникают споры лишь по одному поводу. Что посмотреть, сериал или новости? Ведь выбирать приходится уже из 20 каналов. Светлана Звандарева, Наталья Смирнова, Айрат Насрулов, ТНВ, Буинский район. Если у вас остались вопросы по переходу с аналогового на цифровое вещание, работает телефон горячей линии. Можно позвонить по номеру, указанному на экране. 8 800 222 87 16. Более 11 миллиардов рублей в этом году в стране выделили на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте России. Сегодня кардиоболезни в лидерах. За ближайшие 5 лет планируется снизить смертность от инфарктов и инсультов на четверть. Развитие медпомощи коснется и самых отдаленных населенных пунктов. До конца года в поселках появится полторы тысячи фапов. Другим острым вопросом для обсуждения стала занятость молодых мам. За этот год для малышей уже создано 25 тысяч мест в детских садиках. Где все строится хорошими этапомпами. Это Воронежская область, Татарстан, Вологодская, Рязанская, Белгородская области. Но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест. Сейчас это меньше третьих запланированных на этот год. У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась. Мобильные комплексы колесят по Татарстану. Продолжается обслуживание населения в передвижных медпунктах. С 14 по 20 октября они будут работать в четырех районах. Буинском, Оксубаевском, Мензелинском, Альметьевском. Сегодня мобильная поликлиника доехала до села Кельдурас Буинского района. Пробудет она здесь ровно неделю. Принимают терапевт, уролог, невролог, акушер-гинеколог, хирург и офтальмолог. За один рабочий день осматривают до сотни человек. На сегодня у врачей побывали 4 тысячи татарстанцев. Расходы на социальные нужды в бюджете республики в следующем году вырастут почти на 5 миллиардов. Об этом сегодня сообщили на заседании комитета госсовета по соцполитике. Значительные средства пойдут на поддержку многодетных и малоимущих семей и повышение пособий по уходу за ребенком. Продолжительность жизни за 5 лет планируют поднять до 78. 58 миллиардов рублей выделят на медстрахование. Большая часть на лечение онкобольных, новые методы лучевой терапии, повышение зарплат медработникам. Расходы затронут и меры палеотивной помощи и повышение качества жизни пожилых граждан. Кроме того, предусматривается в субвенции финансовое обеспечение проведения диспансеризации профилактических медицинских осмотров, включение в базовую программу обязательного медицинского страхования новых методов лучевой терапии и дорогостоящих диагностических лабораторных исследований. Сегодня подняли тарифы на проезд в электричках. Сколько теперь стоит билеты? Смотрите в интернет-газете «Реальное время». Реагенты куплены в автопарках. Ремонт уже завтра. Казань перейдет на зимнее содержание дорог. А значит, готовы встретить снегопады хоть сейчас. В случае Бурана на дороге выйдут больше полутысячи единиц техники и 600 рабочих. Но последних городу по-прежнему не хватает. Рамиль Галиулин узнал почему. Метель, плохая видимость и десятибальные пробки. Так Татарстан в декабре 2018 накрыл сильнейшая снежная буря. За пару дней выпала месячная норма осадков. Коммунальщики работали в авральном режиме. Эти дни до сих пор помнят жители. В центре Казани очень хорошо убирают снег. Дворы на дороге – это обязательно, я считаю. А так, в общем-то, неплохо. Готовить сани, как говорится, начинают до первых заморозков. Этой зимой на дороге столицы выйдут 550 единиц техники. 90% метелям готовы. Об этом сегодня доложили в мэрии. Диванным критикам, которые за свою жизнь ничего, кроме как по клавишам бить, не научились, мы тоже говорим, что на лету снег никто ловить не обещает. Поэтому у всего есть нормативы. Мы к этому очень серьезно готовимся, но всегда бывают и снежные заторы. Тротуары, остановки, дороги в поселках часто в зоне критики. Там, где техника не проходит, нужно убирать лопаты. А рабочих рук дворников не хватает. Туда, куда не добирается большая техника, сейчас будет приезжать маленькая. К сожалению, решить все проблемы даже с помощью техники невозможно, потому что еще остаются и остановочные павильоны, остановочные площадки, где без ручного труда никак не справятся. Закупили и противогололедные материалы. Столько же, сколько и в прошлом году. Хватило. Этой зимой для обработки городских дорог заготовлено 75 тысяч тонн песко-соляной смеси и 6,5 тысяч тонн реагента. К концу года закупят еще 13 тысяч тонн. Кроме этого, для утилизации снега будет работать 6 снегоплавильных пунктов. Тракторы-погрузчики-грейдеры. В Нижнекамске на улицу зимой выйдут больше 90 единиц техники. Здесь за последние два года автопарк пополнился на 27 новых машин. Оценка хорошая, положительная подготовка к зимнему периоду текущего года. На случай резкого ухудшения погоды в Татарстане разработан план «Буран». В столице одновременно на дороге смогут выйти до тысячи снегоуборочных машин. Готовность дорожных служб к зиме оценит межведомственная комиссия уже на этой неделе. Рамиль Галиульна, Гараманов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Их призвание – помогать людям. Если у тебя лежит душа помогать другим, то это, наверное, дар Божий. Кому из татарстанских общественников сегодня досталась президентская премия от Рустама Мениханова, знает Сергей Хайдаров. Богословское наследие мусульман России. Ни одна религия, ислам, в том числе, не проповедует радикализма, экстремизма. На какие вопросы ищут ответы на международном форуме? Расскажет Слава от Мухаммадулян. Их призвание – помогать людям и дарить надежду. Сегодня в Казани пятый раз вручали премию президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества. Кто-то занимается детьми с диагнозом ДЦП, кто-то помогает реабилитироваться бывшим заключенным и бездомным, кто-то несет культуру в массы. Направления самые разные, но все так или иначе работают на благо общества. Кому сегодня сказал спасибо президент, расскажет Сергей Хайдаров. Наверное, оказаться в зале Казанского Кремля, да еще и получить благодарность от президента – большое событие для каждого. Сегодня здесь общественники. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений в общественной деятельности. Ну и приступаем к награждению аплодисментов. Это уже пятая по счету премия, и по традиции ее приурочили ко дню создания общественной палаты. Символично, что первым Рустамин Ниханов вручил награду как раз ее председателю. Помяну Анатолию Алексеевичу. За эти годы сформировалось огромное количество общественных организаций, которые поддерживают те начинания, те мероприятия, которые проводятся в масштабах республики. Это около 30 с лишним программ социально-экономического развития. Это, конечно же, и поддержка индивидуальных наших общественных деятелей. Среди лауреатов сегодня и Гульзада Руденко, директор Елабужского музея-заповедника, зампредседателя общественной палаты, сопредседатель ОНФ, советник мэра Елабуги по туризму и еще многое-многое другое. Чтобы перечислить все должности и регалии, Гульзады Ракиповны не хватит пальцев на руках, благодаря ее труду о Елабужском музее-заповеднике теперь знают во всем мире, а сам город стал жемчужиной туризма России. Правильно Рустам Нургалевич сказал, что это не работа, это невозможно заставить делать какого-либо человека. Если у тебя лежит душа помогать другим, то это, наверное, дар Божий, дар от родителей, воспитание. А это Азад Гайнудинов. Он руководит фондом социальной реабилитации и адаптации. Начиналось все с заключенных. Тем, кто освободился, помогают найти работу и вернуться к нормальной жизни. Теперь занимаются еще и бездомными. Один из наших таких вот успехов, это вот то, что правительство республики нам выделило здание. 800 квадратных метров выделило денег на ремонт этого здания. На данный момент у нас сейчас проходят там ремонтные работы. Всего сегодня лауреатами премии президента республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества стали три общественных деятеля и пять общественных организаций. Вместе с благодарностью от президента сегодня общественники получили денежные сертификаты на 250 и 400 тысяч рублей. Эти деньги они планируют направить на развитие и решение текущих проблем. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Тюльпан, национальный орнамент и очертание карты Татарстана. Все это найдет отражение в новой госнаграде медали столетия ТАССР. Сегодня Рустам Мениханов подписал указ, утверждающий ее внешний вид. Медаль будет изготовлена из серебра 925-й пробы. На лицевой стороне силуэт Татарстана на карте, на обратной стороне номер медали и надпись «100 лет образования ТАССР» на двух языках. С обеих сторон также будет нанесен национальный орнамент. Товарооборот между Татарстаном и Турцией должен вырасти до миллиарда долларов. Такими планами поделился с представителями СМИ новый генконсул Турции в Казани, Исмет Эрикан. Сейчас эта цифра чуть более 300 миллионов долларов. Исмет Эрикан уже начал визиты вежливости в республики, которые входят в сферу ответственности казанского генконсульства. Пока его сопровождают переводчик. Ни одним из государственных языков Татарстана он не владеет. Но заверил, результат не заставит себя долго ждать. Я знаю болгарский язык. Он поможет мне в изучении русского. А мой родной, турецкий, станет подспорьем в изучении татарского языка. Но хочу сказать, работал в Тайване, а китайский так и не выучил. Кадры для исламских наук, молодежная идентичность и как побороть вирус радикализма. Об этом сегодня говорили на первом международном форуме богословское наследие мусульман России. Он открылся в Болгарской исламской академии. Для поиска решений на форум приехали более 400 человек из 70 стран. Что беспокоит исламских ученых, мнение услышал Слават Мухаммадурин. Форум начинается с Корана. Его в этом зале знают все. Турция, Арабские Эмираты, Москва, регионы страны. Всего 400 делегатов. За одним столом и студенты, и ученые, и муфти, и представители власти. Проблемы общие. Ни одна религия, ислам, в том числе не проповедует радикализма, экстремизма, не призывает к насилию. Но в современный период, одной из его особенностей является то, что самые миролюбивые положения порой трактуются искаженно. Для защиты нужен иммунитет. Это, по мнению некоторых делегатов, интеллектуальные институты. Вот новому поколению, прежде чем поднять тот или иной флаг и сильно бить себя в грудь, сначала нужно одно, понять, что есть понятие академической науки, которая не терпит фальши, она не терпит лжи, она не терпит дилетантства. Примером служит Булгарская Исламская Академия. Только в сентябре здесь выпустили шесть докторов исламских наук. Наша академия уже выпустила первых выпускников, хотя в 2017 году мы только открыли наши двери для первых наших слушателей. Сохранение богословского наследия – главное образование, говорят здесь. Как удержать баланс при изучении исламских и светских наук? Какие языки в приоритете и как сохранить молодежную идентичность? Ответы ищут на форуме. Планируется обсуждение традиционных основ и обновляющих тенденций в развитии богословских наук и богословской мысли в России и за рубежом. Это только первый день форума. Во время него здесь пройдет сразу четыре научных конференции и две Олимпиады. На поиск ответов на все вопросы у участников здесь еще пять дней. Итоги будут подведены 19 октября. Словат Ухмадуллин, Адельмин Дубай, ФТНВ. Булгар. Городская легенда или центр притяжения любителей истории. В Нижнекамске мужчина пошел за грибами и обнаружил в лесу таинственное надгробие. Каменная плита находится всего в трех километрах от города. Но как она там оказалась и кто там захоронен, жители только гадают. Попыталась приоткрыть завесу тайны и наша съемочная группа. Удивление, откуда здесь может быть гроб? Это самый первый вопрос, который возникает у тех, кому на глаза попадается это надгробие. Необычная находка порождает массу слухов. Например, что на этом месте было кладбище. Но больше никаких захоронений в окрестностях не видно. Вообще, даже как шок немножко был. Думаю, что это такое. Не может быть такого, что посреди леса. Местные историки-любители последний раз исследовали надгробие 7 лет назад. Тогда яма, где находилась плита, была около метра. Сейчас она гораздо глубже. Кто доказывает, это место под надгробием копали. В свое время удалось сделать прорисовку и расшифровать выисоченный текст. И здесь покоится градом Амадыш христианин Павел Усолин, скончавшийся в 1846 году от, возможно, оспы. Активисты провели научные исследования, но приблизиться к секрету плиты не получилось. В древности, где-то в 17 веке, может быть, 18 век, где-то в этом поблизости было поселение, так называемое Миньковское селище, в самой Корабельной роще. Оно на мысу, напротив деревни Линки. Вот возможно, что это было кладбище именно этой деревни. Специалисты считают, плиту нужно причислить к памятнику культурного или даже духовного наследия Нижнекамска. Ведь не так много артефактов, представляющих богатую историю молодого города. А пока секрет плиты так и остается неразгаданным. Дмитрий Иринин, Светлана Звонарева, Александр Комаров, Пахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск. Сегодня верующие отмечают один из великих праздников русской православной церкви – Покров Пресвятой Богородицы. Согласно народным традициям, Покров – встреча осени с зимой. Люди ждали первого снега, который покрывал землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Во всех храмах прошли праздничные богослужения. В Нижнекамске сотни православных прошли крестным ходом с молитвой через весь город. Богоматерь, она покрывает нас сейчас таким своим амафором и защищает нас от всяких проблем, недугов. Каждый человек идет крестным ходом и просит, чтобы Бог сохранил нас, чтобы Покрова защитил нас от всякого зла. Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала впервые принимает участие в международном фестивале в Румынии. Завтра камаловцы сыграют спектакль «Однажды летним днем» Йонов Фосса в постановке Фарид Бекчентаева. Театр Камала – единственный, представляющий Россию на этом фестивале. Среди участников – трупы из Германии, Израиля, Болгарии, Венгрии, Румынии. В дни фестиваля пройдут мастер-классы, выставки, литературные чтения. Камаловцы планируют найти время на экскурсии и встречи, в том числе с татарской диаспорой в Румынии. На мой взгляд, этот спектакль – фестивальный спектакль. Он уже успел побывать в нескольких странах. Это и Венгрия, и Китай, и города России. А теперь и Румыния. Надеемся, примут тепло. Далее о погоде, после чего на ТНВ вызов 112. Но я прощаюсь с вами. До завтра. Всего вам доброго. Продолжение следует... Министерство труда и занятости Республики Татарстан. Отличная работа! Раз. На сайт БТИ заходите. Два. Онлайн-услуги оплатите. Три. Тридцатипроцентную скидку получите. БТИ.РТ.РУ Внимание! В аптеках «Формленд» феноменальный кэшбэк 10%. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Формлендом». Канавта увеличил выгоды на автомобили «Лада» до 205 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль и стать владельцем новой «Лада» от 4900 рублей в месяц. Канавта. Сибирский тракт 48. Внимание! Центр народных художественных промыслов и ремесел, палата ремесел Республики Татарстан, объявляет открытый конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан-2019». Принимают участие все желающие. Заявки можно подать до 25 октября включительно. Вся информация на сайте турсувенир16.ру Компания «Вот такие окна» объявляет месяц больших скидок и подарков. Приглашаем специалиста водохозяйственной отрасли на выставку и конгресс «Чистая вода». С 17 по 19 октября на Казанской ярмарке. С 17 по 19 октября на Казанской ярмарке. Здравствуйте! О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Звоните в «Данил Мастер» 2-167-166 или приходите в «Казань-Восстание-23». По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и сыро. 10-11 градусов выше ноля. На северо-востоке республики небо будет затянуто облаками. Пройдет дождь днем до плюс 7. На севере Татарстана аналогичная ситуация 6 градусов выше ноля. На северо-западе республики будет облачно и пройдут дожди. Плюс 6. На юго-западе Татарстана повсеместно ожидаются осадки. Местами сильные. 12-14 градусов выше ноля. В центре Татарстана сыро, пасмурно и дождливо. До плюс 11. Гиделикс каплей сиропа от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает от кашля вне, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения. Не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет? Все лайки. А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нервы и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний – позвоночника суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани пасмурный циклон будет управлять погодными процессами. Будет облачно и дождливо. Днем до плюс 10. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха высокая. В магнитном поле земли спокойно. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящихся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮИТЭ. 233-03-03. Ваши дети растут? И ЖК «Грин» тоже. Трехкомнатная от 67 тысяч рублей за квадратный метр. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните в ЮИТЭ. 233-03-03. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова